закончились сливки и я в кофе положила кусочек кокосового масла сейчас посмотрю как они мне понравится или нет и уж надо было размешать на сейчас его так сколыхну типа масло с кокосовым жиром так вы знаете на запах ничего приятно это же те люди которые на диете они всего очень хорошо едят то ли по чайной ложечке ну она у меня в косметических целях хотя знаю что народ даже на этом масле жарит готовит как-то у меня до этого руки не дошли а вот сегодня в кофе попыталась добавить ничего вкусненько новости есть ну во первых первая новость что я сегодня выходная но я сегодня работаю он целью дает как поют то он меня на 3 а у меня опять на три часа на работу вызвал вы понимаете вчера вчера мы так работали что аж не знаю аж пятки были о тут на голове у нас ну короче мы вчера не простояли ни одной секунды у нас столько было людей непонятно откуда они взялись вот осенью это время куда-то со своей дамой сдрыснул давайте начну по порядку я вчера приезжаю на работу а у нас в утренней смене работал он и и лиза кстати у лизы сегодня день рождения так что сейчас поздравлю ее ну и себе нет одна виза стоит и мусор собирает и обслуживает и все я говорю ну давай я тебя это внесу за столик это принесла со столика в общем сайте помогаем друг другу как всегда я лечу на кухню а мне никто не сказал что на кухню нельзя я лечу на кухню тапочки переодеть понимаете залетаю на кухню а там сидит эта дама и и он ее обнял и она так рыдает она так плачет там такие слезы в общем понимаете видно на жизнь жаловалась что-то пошло не так и в общем не важно важно то что они собрались уехали и мы с ярой откуда ни возьмись этот народ по моему по заканчивались детские сады и родители с воспитателями с детьми пришли делать аперитивы то есть у нас вот эти повалаты вокруг бегают дети ты ты выбегаешь несешь им покушать и несешь это все это еда была повсюду потом этих детей еще надо было собрать вести на водопой и я пить хочу дай мне стакан воды я так то один раз стакан воды заказали потом тарури за любите все со мной говорю пошли кто какую хочет сейчас я вас напоешь это был какой-то кошмар а сегодня на сегодня тоже если а себе а потом приезжает у нас только пятки сверкали любит так работали мы утром тоже я хотела сказать я видела как ты работал ну ладно пришло сообщение потом группу шоу на сегодня заказано 18 человек я не знаю где мы их там будем сажать надеюсь что не пойдет дождь ну в общем ты можешь приехать 7 до 10 7 до 10 я могу потому что перед этим я не могу потому что у меня тоже очень много проблем я и так вчера со славой не поехала в туристуру это же они поехали сами получили свой документ сами и слова даже сказал что он до конца 27 года я надеюсь он не оговорился сейчас скажу почему когда мы с ним сдавали фотографии я задавала вопрос насколько будет действительен документ на жительство так вот в куэстуре мне эта женщина ответила оператор она горит термеса дается всего на два года а срок считается не с того как каким продлили ну что она недействительное но она продленная вы знаете о чем я украинцы кто здесь живет все живут с просроченным пермесом но она типа действительно а срок когда она закончилась она закончилась по моему в конце 23 года и ему должны были выдать типа до конца 25 года потому как дается всего на два года но я знаю что алена проплатила на три года и скорее всего еще его посчитали с конца 24 года если на три года то до 27 в общем понимаете какая-то буйная арифметика которая меня в голове сейчас не укладывается ну когда увижу документ своими глазами я вам естественно расскажу как это сработало может это сработало тем что алена все-таки написала на этот через письмо возможно в общем что-то непонятное в этом вопросе осталось ребята так что видите каждый вопрос по этим видом на жительство индивидуален поэтому никогда ничего не бойтесь просто занимайтесь занимайтесь идите в компетентные органы пусть они пишут через этот пэк мэк не знаю может это будет стоить какая-то копейка денег у кого есть своя вот эта почта пэк это типа мэйл только пэк называется потому что хорошо что она у нашего луки есть то через нее очень 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 много можно сделать так и теперь сегодня уже читаю ваши комментарии получаю вопрос во первых то что я на и наша красавица это красавица я вам поэтому такую музыку и поставила поездка по гену и потому что красоту ее можно увидеть только под такой знаете шум шум порта красивую музыку можно даже классическую и и вообще не но я очень красивый город а лигурийское побережье так это вообще это это что-то наш дорогой я между прочим еще до сих пор с открытыми окнами это балкон я уже открыла утром и укрываюсь я до сих пор одеяльцем ребята у нас еще но наверное не пошла еще та жара которая именно жара которая спать не дает так что в этом году путь вы путь погодка радует хоть бы не сглазы вот так что я вам хочу рассказать о городе генуи потому что поступил вопрос а бандитов в генуи много ребята это но слово бандит это как-то знаете во первых генуи это какие все портовые города это очень очень много национальный город тут я не знаю из какого из какой точки мира здесь нет жильца по ну здесь есть все особенно когда ты когда вы идете в нашу куистуру этот в иммиграционный центр то там и с точечками и скрапинками и закрытых и открытых и черных и рыжих и ну короче на национально сделай просто поражает я жарю как и любого портового города потому что ну бандитизм я бы не сказала что он настолько да продают продают все можно купить начиная от от легких до тяжелых вроде бы я ж порту работала понимаете я практически этих торговцев знала в лицо некоторые из них и сами торговали употребляли и их уже нет в живых ребята очень много бездомных очень много тоже шериф вы помните вроде бы он и такой знаете значущий человек а он бездомный вроде он помогает бедным а сам бездомный сам жил в бусике на эту тему можно рассказывать я не знаю годами так что очень много безработных безработных но сейчас понимаете тоже есть такие амортизаторы сочи али то есть социальные вот эти все поддержки которые тот же шериф он получал вот эти вот выплаты которые сейчас дает государство не работающим но для этого надо прожить в италии не менее 10 лет и тогда вам социальные службы это не пособие по безработице а это типа для поддержания ваших штанов в зависимости от того сколько вы набираете баллов есть специальная скала то есть специальная лестница на всех членов семьи на на тебя либо кто там у вас в семье есть у вас вы получаете какие-то деньги типа чтобы нормально жили нет это не те деньги которые получают швейцарии что там дают вам и на наркоту и на то и на все и 5 10 плюс у нас бесплатная медицина если у тебя нет доходов то ты не платишь ни за какие анализы не за какие ты попадаешь в больницу тебя по скорой у нас и так в больнице лечат бесплатно но если тебе надо сдавать анализами кстати со словами раздавали анализа валюта мне пишет то есть нам в руку пишет ваши анализы кстати надо свои ваши анализы готовы что вы делали вазу потому что мы отдельно сдали еще кров на креатинин потому что нам сказали что анализы будут готовы 2 часа они были готовы уже вчера и почему все сообщения приходят мне на телефон слава мне пишет матричайте я а я отвечаю не буду потому что мы везде оставляем алены номер телефона хотя пора уже оставлять слава номер телефона посему эти сообщения его анализы в выпуске приходит в качестве того что он может что-то не понять поэтому мы все это переправляем на бедная алена а мужа и в ленте вы фонус ребята какие-то у нас вечно какие-то приключения в голове так что я вам еще хочу сказать в общем вы поняли шоу да и но и бандитский город да тут очень много бездомных бандитов таких как мы беженцев и всех прочих но они все живут дружно понимаете полицейские у нас работают я вот езжу по ночам у нас столько этих полицейских машин а сколько девочек стоит я вам показывала по всем углам и стоят себе никто их не гоняет поэтому понимаете как бы все все это есть но все это законно то есть нормально отдельным словом надо вам рассказать наверное за тюрьмы но там вообще у нас просто один знакомый давайте так назовем его один знакомый который ездил все время на большой грузовой машине перевозил грузы и эта машина принадлежала ему и он уклонялся от налогов и вот он перевозил перевозил пока его налоговая не взяла за одно место и поняли что он укрывает злостный укрыватель доходов и вот его посадили сначала было домашний арест потом его посадили шо вы думаете на все праздники этих людей отпускает домой в семью отпраздновать и рождество там и все и все прочее а там где они живут если это можно назвать тюрьмой там есть все вай-фай телевизор питание в общем проживание и и все прочее я не знаю как они там наверное работают наверное ну в общем никто не жаловался понимаете никто не жаловался я не знаю насколько там отдельные палаты у них не отдельные ну в общем как на курорте это же европа понимаете так что сейчас буду звонить слову не сейчас будем ехать сейчас я вам кое-что еще покажу вчера шья сбегала на огород увидела луи джина и смотрю он по одиночке стирает ту рубашку постирал то штаны какие-то постирал на любые джина я не поняла а где твоя прачечная решу закончилась он говорит опять мозги шиворот на выборах пошли то короче я так не стирать я же свою все равно свои вещи стираю если не каждый день то через день я решу не тяжело твои там шорты постирать чешу это мне неудобно там не не это я это цель и удобно откинь в сторону а все остальное мне тоже неудобно но я шутя на огороде выращиваю свои бурьями так что говорю успокойся и давай жить дружно хорошо хорошо надоело своей даме дали только его деньги не надоели и он мне вчера рассказал сколько его дама зарабатывает вы тоже когда-то задавали вопрос делают либо данте итальянцы до делают вот вот эта дама из сицилии она боданте боданте это по уходу за стариками и она с 8 утра и в течение 6 часов она работает и в час она получает всего 5 евро с понедельника по пятницу вчера мне рассказал ее распорядок то есть получается за день у нее 30 евро и месяц это получается всего-навсего 600 евро так что это не большие деньги это деньги вообще маленькие видите оплата есть разная хотя она там практически ничего не делает утром выводит эту бабушку на прогулку там кормит ее обедом то есть оставляет ей как бы компанию наверно поэтому людей чуть-чуть мозги ну смотря какой старик смотря капризный не капризный этаж тоже все все же на тебе отражается понимаете у нас вот эта работа гала-гала-гала ну так точно не зарабатываешь сегодня я поеду на три часа я не знаю сколько мне заплатит сильвию ну не по три часа выгоднее работать чем по восемь часов вчера я у него как говорит слава отжал одну футболку сейчас на нее посмотрим вчера приехал поставщика с напитками и привез нам пять футболок ну вот это сильвию заказал а я говорю одну футболку мне ухты ёлки-палки вы гляньте яка футболка это я славе отдам если он в нее поместится вы поняли пиво бекс такая приятная структура длинненькая точно вот это слава жалко только что нибудь на его цыганский пиво красиво футболка такой подгибающийся рукавчик я там все пиво разгрузила я говорю себе одну футболку подожди подожди не забирай покажи какую а было три зеленых и две голубых я не зеленую зеленую бери на наш не зеленая на бутылочного цвета она очень даже красивая так что вот так вот и что я вам хочу сказать мне выгоднее работать по три часа чем по восемь часов потому что за три часа я получаю страординарию и сразу на руки понимаете он сразу раз и рассчитался так что как то так пошли по лодку вам покажу вчера на огороде сорвала один пасынок с огурца но это так чисто чтоб посмотреть потому что один огурец пропал и пасынок с помидора это тот помидор которые типа черри но типа они черно какие-то в общем непонятного цвета так что посмотрим если огурец размножается пасынками но что-то я думаю что огурцы в этом году будут пропадать что-то им не нравится то ли на них черная ножка то ли на них черная кошка ну в общем какая-то банда на них наступила так ну шо погода говорит погода говорит что наверно будет опять макуа куа 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 будет макуа знаете и мы уже и к макве привыкли ну смотрите сколько там бедончиков с мусором стоит очень-очень даже много ну ладно шо ты будешь делать в общем ребята занимаюсь я своими делами поднимаю всех своих на ура и будем куда-то ехать против всех грязных балконю тут який почистила прям белюсенький ну наверно не почистила покрасили слова ну в общем кто-то новый жилец ну покажи себя со спины ухты трошки жме в мышцах надо трошки мышцы по это самое в общем новой футболке идем на фюмару говорю своим кофе но часто не купляйте купить кофемашинку а кстати можно зайти в этот магазин и глянуть ты не хочешь ну в общем понятно в общем вчера я в баре делала очередную уборку слава и нашла под столом 3 евро 2 и 1 да так что мы идем кофе пить на дурняк на халяву до китайцев вот это марка кофе или считается сама дорога марка кофа и китайцы делать его очень-очень даже вкусно поэтому мы постоянно пьем кофе на фюмаре а новый круизный зайшел до нас в гену и оказывается не теки горы и моря еще есть и леса лесные чаще вот сюда вид красивые воды на город Небольшая прогулочка по Гену, я проникал иду куникулара. Это уже самый верхний этап получается, еще выше только этажом выше. Мелко. Мелко. А я прошел за пьедестал Я кого-то Ну отсюда, короче, выйдем Смысл Медленно, медленно 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 Что за кинотеатр здесь? Тут вообще тоже всё гено, верно. Просто тут идёт реставрация. Я не знаю, это что. Жилой дом? Ресторан? А, ну да, там столики внутри, понятно. Ресторан-фицерия. Рядышком. Вот это решили вам трошки город показать. О, Рападло. О, там Рападло, да? Звитки Юля приехала. Монта-де-Портофино. Ну, тут всё в этих картинках. В магазине Дель Котоне. Сибиго. Лантерна. Маяк. А это что у нас? Трошки заважает звук нам. Форте Спироне. Слава, вот в этот замок надо поехать. Форте Спироне, вот это, да, что мы его видели. Из векна. Да. И Юля сюда садила поехать. Так вот что я. А, вот это он, да? Да. А, вот это, да? А, так как ты, мать, привернись. Оно один, другой, не. Я теперь с другой стороны. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Музыка. 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 Я скажу, железа и фаста. Всё. Людишки побачили, а, это, наверное, фуникулер приехал-то и все повылажили. Тоже, подивитесь. Надо тиктока какой-то injustый заснять. Общественный транспорт Таких туда до 12 часов ночи И туда Красотища Пока в Франции не выйдет Внимание Пейзаж Это вы отсюда снимали, да? Видео Да, конечно Тут Первое видео Да, конечно Весь порт Все как Просто на ладони На картинке Весь Ютуб Починался звидцем Ну, это Славин Я тут первый раз Звидцем я починал Первые видеосъемки Теперь просто мы сюда же приехали Не на тому Троллейбусе квадратному А на машину По багажам Да Главное, чтобы нам по-багатому Багатый штраф не дали Как мы тут Сасен День на родину Да, так Мы ели торт Погнали Тут така шикарна Зелень Ёлка Мене ця нравится Вся в таких шишках А ягод для тебя Есть из букшек А, есть из букшек Представляете, как тут люди живут Тут рядом находится фабрика Панарелло Которые делают Хрустящие Такие Сухарики Которые кушаются с молоком Сладкие И вот запах Вот этих Сухариков Запах Этой выпечки Вот это Просто весь район Пахнет Панарелло Просто стоишь А если ты еще не позавтракал Любуешься Красотой Этого города У тебя реально Текут слюнки Потому что Тобе хочется Что-то перекусить Естественно Тут барчики Ресторанчики Вечером Тут, конечно Стоянка вся Забитая Сейчас мы Что-то Что-то Приблизительно Место нашли Вот это Скорее всего Что Абрикос Юля Это Абрикос Чи не Листя Похоже Не А Ну все Значит Не абрикос Но я же вам говорила Что Шелковица Что Она Везде 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 Росте По Карикаменту Вы вчера Ей Теке Побачили Десь Мы тут Уходим А Сюди Ви Поднимались В этот Замок Та Нее Ось тут Дитячие Майданчики А И тут Наверное Десь Пешки Сюда Идем А Тут Я еще Не езжу Поехали Друга Вниз Так Что Вперед Ну все Надо посетить Вот этот Что За нами Вот этот Костелло Там должно Быть красиво Там 7 евро Вход на Взрослого И Ну в общем Саша Взрослый А мы Зрізали Мы не сюда Піднимались Да? Не Ну если Тут была Развилка Я поехал По кругу Ага Ага А сейчас У нас Так Ого Дорога Ось сюда Да Да Это мы Поехали Ого Осторожно Тут Бери Больше Сюда Что Мы сейчас Жукою Сядем Ну много автобусов До пуздах А нам не сюда Нам надо за ними Да Не Ну мы приехали Оттуда Ну понятно Что автобус Он же делает Круг Собрать людей А нам Еще надо До того фонтана Сходить Мы сейчас Сюда Только не едь По автобусной Лінію А это Данча Негрю Данча Негрю С фонтаном